так ну что друзья здравствуйте мы начинаем наш прямой эфир я сергей удалов я являюсь основателем проекта bio boost и сегодня мы начинаем серию интереснейших трансляций я буду приглашать потрясающих людей и наш проект недаром называется bio boost.life потому что у нас все живое как и наш продукт живая хлорелла так и те люди тот эфир который у нас происходит у нас сегодня будет потрясающий интересный человек в эфире роман калстов это это просто взрыв мозга потому что в нем сочетаются две на мой взгляд на мой взгляд некоторого времени назад несопоставимые вещи он во первых фрукторианец а во вторых он бодибилдер и как это все в одном человеке может сосчитаться как этот человек живет чем он дышит почему у него это получается как это он вообще делает он сегодня нам все это расскажет три года он как фрукторианец 22 года как он является фитнес-тренером шесть лет как сыроед и если я не ошибаюсь он лет десять как вегетарианец роман привет 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 сергей на и привет зрители как настроение у тебя как видишь бодрое потренировался в заряжен после тренировки душа я тебя никогда не видел не слышал не бодры бы не энергично что есть это потрясающе это классно я тебя уже представила нашим зрителям и анонсировал как человека который себе себе сочетает на на взгляд обыденного простого человека такой вот который ходит по улице не с несовместимые вещи ты бодибилдер и ты фрукторианец вот как это вообще как это возможно расскажи что вот что тебя довело до жизни такой только первое подкорректирую вообще не бодибилдер потому что знаешь мышечная масса не настолько внушительная чтобы называть себя бодибилдером фитнесист да это вот моё ну ты же строишь тело причем не свое тело насколько я знаю ты еще не еще много много разных тел строишь бодибилдер я вот имею ввиду не и такой вот перекачанный качок да тот кто занимается с уважением относятся к культуре собственного тела я я я это имею ввиду вкладывают как телостроитель ты имеешь ввиду но это да 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 этим до занимаюсь и как фитнес тренер как веган тренер и действительно строю помогаю строить тела и остальным страждущим сделать или стройная это для девушек или атлетичная для парней поэтому да это есть моё крыса не расскажи про фрукторианство потому что вот на мой взгляд фрукторианство это условно говоря вершины айсберга это крайняя точка такой аскезы в еде сначала люди начинают себя ограничивать в мясе потом избавляется от молочки потом перестают термически обрабатывать пищу ну и в конце концов доходят до до крайней степени до фрукторианство вот твой путь почему ты его прошел как это было расскажи серёга тоже немножко подкорректируем во первых не ограничиваем себя это естественный выбор понимаешь вот для меня 9 лет назад в 2011 году как раз феврале было было желанием выбрать жизнь без алкоголя без насилия в виде трупов животных рыбы морепродукты от всего этого я отказался поэтому все что кажется людям на традиционном питании что мы в чем-то ограничиваем и это как аскеза выглядит на самом деле это выбор и вот мой был выбор в 2011 году как раз после после того как меня двоюродный брат снабжал разной информацией по теме сыроедения по теме вегетарианство тогда еще не понимал что такое этичное веганство да и про сыроедение тоже так край муха слышал и вот он снабжал меня разной информацией и это привело к тому что я уже стал прислушиваться я прошел как знаешь обычно новая идея проходит у человека четыре стадии стадия непринятия стадия насмешки стадия как я это называю а в этом что то есть и четвертая стадия когда человек принял решение разбираться и в своей жизни это применять и вот четыре года способствовало тому что я впитывал впитываю эту информацию потом памс и всего лишь одна фраза всего лишь та фраза который я думаю что мало кого зацепит из книги монах который продал феррари робин шарма написал если вы хотите искрящейся жизни вот как видишь дал из меня фонтанной эмоции исходит поэтому вот в этом смысл жизни чтобы искрыть идеями эмоциями вот в этом радость жизни должна заключаться и да и по-настоящему думаю именно такой счастливый гармоничный внутри человек будет и вот если вы хотите искрящейся жизни вы должны питаться живым питанием и тут до меня дошло ведь однозначно то что убита когда-то человеком на скотобойне либо в сетях я имею ввиду рыбу морепродукты когда вылавливают то что было убито но явно не принять не является живым питанием и не принесет на нашему телу такую пользу и жизнь поэтому вот накапливал накапливал и тут одна фраза из книги памс и сменила мою вектор мышления по отношению к питанию хотя я ведь как тренер знаешь преодолевал очень много в себе даже первые годы я не смог так отказаться от яиц и молочных продуктов то есть я был овал акта вегетарианцем первые четыре года вот только спустя третий год я избавился от пристрастия к омлету и так далее и потом уже яйца то есть молочку стал убирать потому что для меня стал важен этичный момент в жизни ну то есть я уже к этому году а именно 14 и 15 годы я стал понимать что также и носить кожу мех посещать цирки зоопарки дельфинарии то есть любые места любые продукты в которых так или иначе используется жестоко эксплуатируется любое живое существо это точно не гармоничная жизнь то есть жить за счет эксплуатации за счет смертей других существ но не является благостной благостной деятельностью вот и поэтому если очень коротко очертить и я сейчас знаешь постарался очень бегло пробежаться по идеям почему я оказался от данных продуктов а так мы творческий путь и точнее питательный путь и он выглядел так 2011 я становлюсь овал актов вегетарианцем 2014 а я отказываюсь от яиц и просто становлюсь лакта вегетарианцем хотя значит одновременно в четырнадцатом году тоже по моему феврале на меня как-то очень резко одна статья произвела впечатление но тоже я думаю что однако накапливая издание и одна статья где рассказывалось о том что в живом питании то есть простительной пищи имеются ферменты энзимы которые помогают аутолизу то есть самопереваривание именно это дает нам жизнь я вдруг понял что это также нужно применять в своем питании и стал убирать его варенку вот почему от яиц и отказался ну и и так далее но идея как для тренирующегося для нара наращивающего мощную массу идея что белок нужен в больших количествах не оставляла меня поэтому я еще убивался творогом и там протеином ну точнее у меня было функциональное питание функциональное питание виде energy diet может быть кто-то знает и поэтому молочка еще до конца пятнадцатого года меня до середины пятнадцатого года еще меня немножко держала вот но с середины пятнадцатого года особенно там после попадания в больницу из-за там вырез вырезали аппендицит я понял что нужно по-настоящему грамотно так сказать относиться к своему питанию и целиком полностью перешел на сыроедение вот и полтора года я примерно находился на сыроедение и в конце шестнадцатого и в самом начале семнадцатого снова одна книга информация из книги диета 80 10 10 доктора дугласа грэма дал дала мне возможность увидеть что а я люблю фрукты с детства фрукты и ягоды я просто обожал там знаешь залез в детстве на черешню и пока не наполнишь живот и бидончик оттуда не слезешь ну и точно так же груши я любил в детстве ты не арбузы то есть я всегда любил сладкое и всегда хотелось вот такого сочного поэтому эта книга помогла увидеть что это то к чему я стремился еще в детстве но потом знаешь питание родителей питания в школе там университете и на работе тем более фитнес среда не они у нас отдаляют от того что по-настоящему хочет тело и вот семнадцатого года самого начала семнадцатого года я перешел на фрукторианство и сразу поясню что такое фрукторианство это не как многие думают только лишь фрукты есть тем более только лишь сладки фрукториан становись зародилась еще в семидесятых годах в штатах и она подразумевает под собой употребление плодов и зелени то есть фрукты ягоды и зелень некоторые плоды ну например помидоры огурцы даже у нас в россии принято считать овощами но это именно наши и такое в обиходе привет давид вижу машет рукой краснодарский край присоединился и помидоры например вот как не особенно сладкие до плоды я не всегда любил поэтому мой стиль питания он немножко отличается от некоторых других фруктоедов и фрукторианцев поэтому это разные понятия для меня фрукторианцы для меня то есть на мой взгляд поясни вашим зрителям чем чем отличается да с удовольствием я же и ставлю вот целью все мои посты и прямые эфиры оповещать людей почему не только я пришел это наверняка должно навести людей на их размышления до подтолкнуть более чистому питанию более живому естественному питанию об этом я надеюсь еще не задашь вопрос почему именно фрукториан и что-то фрукта что такое фруктоедение вот самый типичный пример фруктоеда это андрей счастье которые еще наверное с 2000 ну десятого это это питание и вот там как раз таки в основном сладкие плоды правда он молодец он стал глубоко копать не в то какие плоды какое влияние оказывают на наше здоровье например он отказался от бананов он заметил я впоследствии тоже что бананы например часто приводит к да просто к прыщам к воспалению на коже вот и это причина здесь не причин здесь несколько во первых можно я отвлекусь с тема фрукторианство на давай давай то что собой представляет плоды что такое бананы их срывают зелеными все эти плантации обязательно опыляют множеством химикатов потому что представь это огромные плантации на много гиг на много гектар гектар и значит нужно от вредителей избавиться нужно чтобы это почва который много лет используется план насыщены витаминами поэтому химикаты большая промышленность дезинфицируют еще когда в контейнерах визу там да то есть там достаточно это же по промышленность на самом деле и это один из вопросов которые хотят попозже вот много раз мы к нему пришли это вот промышленность которая там обрабатывает воском яблоки там дали чтобы они были красивыми и так далее да то есть это же там же в этих фруктов тоже огромное количество пестицидов может быть и вопрос в правильном питании даже низку только что ты ешь ну и в этом тоже но и откуда это как это выросло что что там внутри потому что там красивая яблоко внутри ты не понимаешь что же там внутри то есть вот этот серёжа полностью согласен и знаешь хороший вопрос но давай его оставим на чуть позже те же его в голове это добро так вот фишка в чем давай так к бананам тоже мы тогда вернемся чуть попозже потому что на самом деле это тоже обширная тема какие продукты выбрать какие плоды фрукты ягоды лучше всего выбирать чем питаться и фрукторианство отличается от фруктоедине тем что больший ассортимент а значит это более здорово и ну потому что больше у нас витаминов минералов фитон интуриентов и собственно это больше наш организм насыщает нужными элементами и фруктоедине это исключительно сладкие плоды а фрукторианство это еще и овощи по большому счету да то есть фрукторианец нормальный фрукторианец обычно классический он там морковь просто есть если захочет правильно я понимаю то есть там что для тебя что для тебя являются овощами но морковь морковь там ну классический овощ там огурец а ведь это корнеплод корнеплоды фрукторианцы едят ты ешь корнеплоды очень очень редко и в основном виде соков иногда виде салата но это бывает бывает очень редко знаешь почему одно цепляется за другое вот 1 цепляется за другое овощи у нас принято считать большой категорией это и всевозможные баклажаны синенькие кабачки и корнеплоды виде морковь капуста свекла редис репа ну и так далее понимаешь подсказывают зрители капуста напишите что вы считаете овощами что корнеплодами да и вот вот оно различие различие в том что растет в земле не является наше видовое питание нашим видовым питанием я я еще изучал аюрведу и мне очень понравилась идея оттуда что питание должно быть наполненным праной то есть живой энергией у нас в диетологии фитнес индустрии принято считать по калориям наше питание то есть просчитывать калорийность а в чем же разница разница в том что прану мы не сможем никак просчитать это настолько живая энергия настолько незримая энергия что ее не будешь ощущать и вот кстати мы еще не затронули тему а что дало да мне фрукторианство вот один из моментов я сейчас только один момент коснусь интересный момент был наблюдение за моим состоянием что даже на вегетарианстве когда находился казалось бы все я убрал уже животные продукты и остались только лишь молочка осталось молочка яйца тем не менее я чувствовал подавленность но в плане энергия по утрам то есть я просыпался и как будто и не спал понимаешь то есть мне надо было еще наверно там часов пять поспать прежде чем я что-то почувствую какой-то какую-то перезагрузку хотя мясо ты уже убрал да да уже несколько лет к этому моменту не питался я вижу это очень очень четко сейчас почему такое происходило потому что не хватало живой энергии из питания ну во первых я еще кое-какую варенку ел во вторых все равно животные белки из творога сыра яиц они и закисляли организм и перегружали печи почки например ну и защитную защитные силы организма поэтому и не было нехватки точнее была нехватка энергии и наоборот вот с того момент как я пришел на фрукторианство поэтому кстати пришлось предшествовало месяца три нахождение моего на смузи смузи я делал стал делать зеленые коктейли и вдруг меня это очень резко на избавила от желания есть сыр я думаю что очень многих не только меня держит сыр и ассор очень люблю да вот поправишь точку . попала из него но бывает грешок 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 все очень просто у нас есть два вида микрофлоры либо это паразитарная патогенная патогенка она берется от того что животные белки нашим организм не воспринимается поэтому это все гниет в основном плюс паразиты крупные черви и прочее они берутся из в основном рыбы и на второе место можно поставить мясо и вот это все создает свои внутренние желания и это не наш мозг диктует очень часто не наше тело просит а именно они а это представь несколько миллионов клеток они по-своему мыслят в них свои желания поэтому конечно сыр или или там шашлыки или даже алкоголь чипсы и так далее это тоже желание патогенной микрофлоры и наоборот когда когда у тебя симбиотическая микрофлора и и вскормить можно только лишь растительной клетчаткой которую мы не убиваем варкой жаркой запеканием вот тогда у нас симбиотическая микрофлора просит то что реально требуется организм и в меньших количествах и мы избавляемся от многих зависимостях пищевых от очень многих меня последнее что держала это халва казалось бы нормальный продукт да но в основном мне попадается с моей родины делает азовская кондическая фабрика там изобилие сахара они разумеется жарят семечки и поэтому наверное долго меня это держит этот вкус держал но когда я очень долгое время нахожусь на смузи когда вот прям хорошенько очищаю свою пищевую систему то этот это желание уходит вот то же самое я думаю у тебя и сыром произойдет когда ты ну на как минимум на 90 процентов будет у тебя живая пища изобилие клетчатки очистить тебя что хоть ты говоришь про свободу на самом деле ты говоришь про свободу свободу от такой вот внешнего воздействия или в данном случае внутреннего воздействия но она все равно внешне то есть когда человек освобождается от своих рабских привычек да он начинает сам себе быть хозяином когда он не тянется к тому что вот ему что-то хочется это хочется почему-то там да это либо там какой-то паттерн который средства массовой информации сложили там глянцевые журнала до или патогенная микрофлора до в любом случае это мы таким образом как говоря антон палыч говорил в по капле выдавливаем и себя раба то есть ты говоришь про свободу на сам яблочко молодец очень тонко подметил свобода выбора продуктов и она же происходит тогда когда ты убираешь эти якоря якоря зависимости зависит от через чуть-чуть через сколько человече через сколько этот промежуток когда ты вот сидел на смузи сколько нужно чтобы вот эту зачистить патогенку и вот освободиться от этой тяги знаешь это ведь очень очень индивидуально вот смотри мне на сегодняшний день 43 года и у меня был свой период того питания чем я питался раньше то есть представь что за сколько за это время было съедено как не каких-нибудь колбас сыра мясо курогрудок рыбы морепродуктов ну и так далее были и чипсы было было и она ком если кто-то кто-то понимает что это ну в общем то что накопилось за десятилетия невозможно убрать за один месяц этому этому нужно посвятить множество иногда месяцев а иногда даже и лет конечно же если обратиться к чисткам но во первых во первых нужно избавиться от паразитов как только патогенка и крупные паразиты уйдут все они перестанут руководить тобой тогда произойдет та самая свобода которой ты говоришь ты уже будешь чувствовать более тонко свое тело и тогда она будет реально подсказывать что нужно может быть это будет кунжут может быть это будет шпинат кто его знает или авокадо тоже потрясающая потрясающая идея для меня в достаточной степени новая а как эти паразиты как это патогенка по большому счету управляет нотка вот есть мозг есть человек окей есть нейронные сети есть какие-то склонности там человек съел мороженое ему вкусно в нейронной сети там запечатлелось что все там сладкая белок там все у меня как в следующий раз польза хочу хоть и то есть вот эти взаимосвязи это я понимаю как не на уровне нейронных сетей формируются вот эти вот привычки да что что называется клеши да в вегической философии а как паразиты могут дергать за ниточки человека как они могут хотеть вместо человека вот какая сейчас присоединилась эльвира и ты задаешь вопрос а я думаю про себя ответ да эльвира сейчас поддержит меня она поймет о чем я говорю на сегодняшний день вот спустя 9 лет моего без мясного питания я ведь стал изучать не только просто нутрициологию просто диетологию я очень часто говорю о том что с питанием начинаются многие преобразования жизни в сознании очень многие вот чисто технически я не смогу тебе ответить почему привет денис чисто технически я могу не смогу тебя обосновать почему происходит желание нашей внутри внутри них микробов паразитов через мозг как они могут нами управлять руководить прикинь мы получается марионетки в их лапках вообще как там уже просто безумие да но вот есть еще одна эзотерическая тема смотри одно дело одно дело микробы по-своему где-то вирусы хотя ученые считают на сегодняшний день что это не не смышленые создания то есть они внутри клеток живут это все-таки не не отдельные какие-то живые существа как например дрожжи и вот смотри грибки крупные черви очень мелкие клетки виде патогенных бактерий и плюс еще добавь сюда сущности вот я очень долго к этому вел и представь есть еще нечто эзотерическое сущности когда вселяются в человека как ну например вадим зеланд именует их эгрегорами в разной культуре в разных у разных авторов это по-разному именуется но я надеюсь что большинство из наших зрителей а я вижу кто присоединяется например и дмитрий лапшинов очень рад лапшинов прошу прощения также присоединился он точно поймет меня есть сущности которые также способны руководить нашими желаниями и это касается и секса и это касается алкоголя покурить травку вы покурить кальян съесть шашлычок ну и так далее и в общем свои методы расслабления в кавычках в общем нами столько руководят как материальных объектов так и энергетических что очень сложно мне обосновать тебе сегодня я ведь тоже только-только изучаю эту тему но факт остается фактом мы марионетки точнее так если еще копнуть выше есть у нас даже несколько тел вот ты наверняка слышал астральное тело да а таких вот конечно конечно вот а таких тел у нас тоже несколько и это тоже создает определенную несвободу от определенных материальных соблазнов я не смогу тебе механизма объяснить сегодня на сегодняшнем своем развитии но я абсолютно уверен что мы мы очень не свободны в этом материальном мире мы очень не свободны поэтому наша душа ну тут пока погрузилась в этот скафандр вот под названием человеческий скафандр под названием роман кравцов я точно еще не свободен от определенных я вижу что я освобождаюсь и это происходит благодаря растительному питанию в том числе плодам потому что я бы кстати подкорректировал еще это на самом деле не не верхушка айсберга верхушка айсберга это автономное существование вот опять же дмитрий лапшунов он знает что такое быть на про на едине это вот как раз вот она наибольшая свобода жизни вот в этом теле от многого того что окружает нас в материальном мире правда в этом случае есть риск совсем улететь в эзотерическом плане а я думаю что мы в этих телах именно вот родившись у определенных родителей у в определенном теле мужское женское с определенными чертами брюнету рыжий и так далее так далее это все тоже неспроста поэтому это стоит изучить понять себя и держать вот эту взаимосвязь душа и тело вот тогда когда мы слышим душу когда мы слышим тело вот тогда происходит гармония класс слушали то есть получается что ты проводишь некие эксперименты ты ставишь некую гипотезу фактически это ну как на научный путь путь к эзотерике ты применяешь путь гностика ты какую-то гипотезу и и проверяешь на себе чувствуешь что да работает понимать что да это классно дальше идешь этим путем а ты принял гипотезу что вот первое насколько я помню вегетарианство вот как я понимаю два два триггера срабатывает первый момент это эгоистический что я хочу чтобы мне было классно я вот так цинично назову да то есть что-то назвал вначале беседы искрящимся состоянием да то есть это по большому счету это 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 здоровый эгоизм прийти к классному состоянию своему а потом на втором этапе уже включается неким от меня момента духовные момента химсы по моменты гармоничного взаимодействия с внешним миром да не носили и так далее и вот сейчас ты прошел до пути фрукторианство следующий путь со следующая ступенька но я я вижу что ты не останавливаешься это про наедение это вот у тебя есть такая цель ты как-то пробуешь ты экспериментируешь с этим вопрос отличный на самом деле у меня не было экспериментов все вот эти этапы вегетарианство сыроедения фрукторианство это не опыт и это моё естественное движение в жизни то есть я прочитал информацию я ее освоил я ее принял как мозгами разумом такие тела говорит а что можно попробовать и я тут я беру из этих знаний только то чему не сопротивляется как мой разум душа таки тело кстати отличный симбиоз на мой взгляд когда воедино сходится желание туда наверное желание души разума и тело и это опыт но это не эксперимент мое движение в питании с другой стороны то что я изучаю она плавно плавно приходит ко мне я думаю что это благодаря а питанию б моему открытому разу когда я открыт определенным знанием я их легко впитываю происходит какая-то метаморфоза я спокойней спокойней теперь отношусь к эзотерике я ее принимаю понимаю лучше наверное да я понял что про наедение да если окончательно завершить ответ насчет про наедение а точнее автономии вот ты знаешь это все разными словами можно назвать поскольку это и разные возможности существования нашего белкового тела как говорил кармакс на самом деле про наедение это именно питание праной то есть когда ты способен взять окружающую тебя энергию не единия а ножи как голодание это некое такое небольшое насилие что ли над телом вот это у нас аскеза это аскеза и что мне близко сейчас уже автономия к чему я пришел на сегодня на сегодняшний день я могу легко несколько часов утренних обходиться без еды и вот это вот я думаю что первые маленький конечно же шажочек в сторону автономии почему я к этому пришел я чувствую тело я чувствую в нем энергию мне по моим ощущениям абсолютно не нужно ничего дополнительного и поэтому я совершенно спокойно выпил воды там пол литр почти литр ионизированные с утра и мне этого достаточно я вижу как нормально реагируют мышцы мышечные волокна не распадается возможно это уже привычка тела и нет желания там от желудка поэтому у меня все естественно и плавно я никогда себя не заставлял никогда не заставлял вот обязательно нужно оказаться там от вначале от мяса или от рыбы от сыра и так далее вот именно что от сыр было сложно всего отказаться именно поэтому я не нас не насиловал тебя когда вы не будет произошел этот касс все отцепился за отцепился мой корабль от причала все и он ушел в свободное плавание окей услышал тебя я некоторое время до сих пор в той или иной степени являюсь сторонником раздельного питания я разделяю воду отдельно фрукты отдельные белки отдельные углеводы и в своих наблюдениях над собой я понял что вот когда вот я ем фрукты ну меня фруктов хватает на полчаса минут сорок и я по той же аюрведе там да я себя ограничиваю в плане приема еды в плане перекусов то есть я вот когда голодный я тогда ем почему я могу съесть очень много прям вот очень много да да но тогда только когда голодный вот это вот там каждые 20 минут чем чем-нибудь закинуться как бы ну вот в моей диалоге не совсем правильная тема но фрукты фрукты у меня вот меня держит минут сорок расскажи вот как это у тебя вот если если у тебя это также то каждый 40 минут есть это это же ну я не знаю как на машине ездить которые там сколько там бензина съедает от заправки до заправки хорошая аналогия как как это в жизни происходит ты же там ты много двигаешься там встретился здесь встретился ты огромные проекты ведешь бизнес-проекты то есть вот все время с собой ну вот 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 технологически да с одной стороны то я согласен когда я выезжаю у меня всегда в моем рюкзаке один или два вида плодов чаще всего это мандарина иногда груши иногда апельсины потому что их проще всего почистить ими проще питаться насчет продолжительности насколько хватает но все достаточно просто я когда я в отличие от тебя не могу наесться двумя-тремя плодами допустим если я хурму кушаю мне нужно 45 плодов конечно если так грудь не огромная я не помню как как риминуется этот сорт что там бычий будет и так вот смотри утром я могу съесть либо помыла либо несколько плодов формы люблю очень очень сладкие с утреца и помыла если маленький плод то мне его конечно не хватит надолго а если достаточно крупный то час полтора вполне нормально полтора иногда даже но это зависит еще от ну наверное от определенных обстоятельств одним словом потом я выпиваю воду и потом уже наступает время скушать мандарины например либо красные яблоки люблю манго ну и так далее и чисто технически если во время встреч то да я могу себе позволить во время там какой-то встречи тут же мандаринками подкрепиться либо если я в кафе нахожусь то смузи вот поэтому количество плодов наверно все решает определяет насколько ты будешь сыт сытность дают конечно не один-два пола плода а именно несколько ну и плюс . привычка пищеводные системы поскольку я честно говоря я на набор мышечной массы питаюсь тренируюсь поэтому я немножко подрастянул свой желудок и поэтому мне требуется повышенное количество плодов девушки которые хочет оставаться стройной ей не нужны такие массы фруктов и она может совершенно спокойно пропустить мимо ушей мой рацион моё количество а так ты должен приучить свою пищеводительную систему к определенному стилю питания ну как тогда те я понял слышал да а вот про мышечную массу вообще плодами возможно питать мышечную массу вот плоды там там же много углеводов да там много воды для строения мышечной массы общепринятый стереотип такой и он в принципе имеет некое логическое обоснование нужно много белка вот с этим вопросом каким образом там ты решаешь белок а точнее аминокислоты вот что нам в реальности нужно позади меня стена представь что она состоит из кирпичей стена это белок кирпичи это аминокислоты соответственно нам не нужно настройку привозить ну не всегда это практикуется готовые стены иногда не могут просто не подойти под до планировку вот то же самое с нашим организмом который делает так когда он ест когда человек ест какой какую-либо животную пищу тем более мясо который состоит из волокон ему приходится расщеплять во первых эту тяжелую структуру волокон с жиром во вторых расщеплять этот готовый белок на аминокислоты то есть на составляющие и потом из них заново составлять белок в растительной пище отдельно аминокислоты находится то есть организм в первом случае в первом варианте очень много усилий производит очень много биохимических реакций на это все энергия уходит вот почему один из моментов хочется спать мясоедом другой момент то что это очень сильно закисляет организм и это тяжелая ткань она требует очень длительное переваривание вот почему там нет энергии и наоборот нам не столько большое количество белка нужно для строительства тела сколько достаточном количестве аминокислот который может взять наш организм из шпината из сельдерей из яблока и так далее плюс если у нас хорошая микрофлора той симбиотическая она способна воспроизводить аминокислоты кое-какие витамины и аминокислоты однозначно у меня есть хороший друг замечательный тренер лёша кушнаренко так вот он в отличие от меня например он может не мне питаться протеином растительный конечно же он использует про на яму то есть какие-то дыхательные определенные упражнения практики и но во всяком случае для йоги это номер один и его мышечная масса замечательно строится выглядит после этого я теперь упомянул про протеин почему я все-таки стал использовать ну с одной стороны я на протяжении этих девяти лет избавлялся от этой мысли и критические и в негативном смысле избавлялся постепенно знаешь трансформировал себя в голове я постепенно убирал вот эту идею что нужно повышенное количество белка но перейдя на фруктурианство вот первый год наверное первые полтора года как я питался я заметил что допустим когда я еще питался бананами и которые мы многие по привычке кушаем после тренировки не так хорошо растет мышечная масса если совсем ничего не кушаю еще более замедляется мышечная масса но в рост прирост мышечной массы я скажу так на самом деле на фруктах можно набрать мышечную массу для парней это количество в районе 5 килограмм если у него хорошая хороший обмен веществ правильный метаболизм хорошо работает гормональный фон эффективные тренировки достаточное время сна и он правильно ложится до 10 тогда он может прирастить 5-7 килограмм но больше это месяц а это просто это лимит прироста на фруктах мышечной массы да да почему ну потому что я выяснил что все-таки нам действительно нужно повышенное количество белка и поэтому когда я познакомился с одним замечательным брендом протеин подсолнечник делали под линейкой спецназ но к сожалению это зовут уже закрылся поэтому у меня сейчас другой протеин я увидел как бамс в первые же несколько месяцев у меня плюс 11 или 13 даже килограмм прилетело то есть тоже фруктовое питание но протеин дает эту эту возможность чуть больше нарастить мышц поэтому пока еще двояко я вижу что однозначно растительный протеин нужен тем кто хочет прирастить мощную массу хотя и противоположный тем кто хочет избавиться от лишней жировой массы потому что больше мышц активнее обмен веществ он способен сжигать жировые клетки вот так это работает ну понятно что я опустил здесь очень много других факторов то что нужно кардио правильное кардио на достаточное времени в общем у нас сейчас разговор не об этом поэтому я опускаю эти элементы а протеин этот в порошке да это вот такие большие банки разбавляешь там шейк такой и во время тренировочки или после тренировки да вот это идет речь вот не думаю что придется показывать короче говоря да это порошок который я разложу в воде как и ты я почувствовал своим телом вкусовыми какими-то рецепторами что мешанина не особенно нужна не особенно полезно поэтому я понял что сочетать протеин с чем-либо кроме воды мне не особенно нужно да конечно вкуснее когда с миндальным молоком да протеин можно насыпать в смузи зеленый коктейль это добавит белковой части но это уже будет больше напоминать генер так называемый то есть и белка углеводную смесь вот поскольку я протеин пью чаще всего один раз в день и очень редко когда два раза то у меня это просто после тренировки я в ионизированную воду насыпал пару мерных ложек порошка растительного протеина и выпил вот это мой режим приема только растительный протеин я как раз сегодня сделал большой пост и почти месяц назад видео сделал о протеине поэтому все желающие могут познакомиться с ну поподробнее что собой представляют эти протеины и так далее на фруктах дороже жить то есть вот если есть фрукты и вот питаться обычно вот как у человек обычно питается то есть это дороже выходит тоже отличный вопрос я держу в голове такой более разветвленный пост сейчас я тебе отвечу покороче на него я разделяю во-первых само фруктурианство на три типа по деньгам как давай по деньгам 1 1 это конечно очень дешевый когда-то выбираешь в каком-нибудь магните пятерочки и там подобных магазинчиках самые самые дешевые яблоки ну то есть все что до 100 рублей яблоки апельсин и мандарин следующий вариант то что лучше все-таки выбрать честно говоря это когда у тебя и подороже и по разнообразнее питания когда ее киви и виноград есть и и арбузы и дыни даже в это время пусть и привезенные к нам из-за бугра но тем не менее то есть когда твои фрукты стоят от 100 до ну до 400 рублей за килограмм это вот средняя средняя утрата что ли средняя стоимость фруктурианство и самый дорогой вариант это когда ты исключительно экзотическими плодами дуриан драгонфрут и тому подобное петахая папайя мангустин и прям за улыбался по-другому когда стал перечислять хотя знаешь честно говоря не все меня радует порадовали когда их пробовал не все порадовали меня очень очень воодушевляет и очень люблю вкус манга но есть некоторые плоды которые почему-то но не практически не удивили вкусом он настолько нейтральный оказался там конечно необычно знаешь сочетание иногда бывает малина ежевика и арбуз что такое но это очень очень легкий аромат ярко выраженный и поэтому иногда даже красное яблоко пахнет и вкус у него гораздо ярче чем вот такие экзотические плоды вот поэтому насколько дороже опять же с чем сравнивать если сравнивать с ну например самым дешевым питанием когда она ком доширак с дешевым майонезом и белый батон даже плохо стало до фрукторианство дороже однозначно если сравнивать с питанием там очень серьезным фитнес питанием или питанием в ресторанах новикова то гораздо дешевле такие услышал она расскажи пожалуйста еще такой момент ну понятно это вот такая вот известная штука что сыроедение такой постулат сыроедение она опасна в связи с тем что организм недополучает определенные важные составляющие которые должны приходить из питания там микроэлементы витамины там тот же b12 омега и так далее и можно побаловаться вегетарианством сыроеденным я так менее несколько такой про провокационный тот он виду хотя сам соответственно нужно как-то это восполнять вот мы собственно из свои там исследование вели и я опубликовала и мировые исследования про b12 или каким образом он происходит вот твои опыта твои эксперименты ты употребляешь какие-либо там добавки там синтетические несинтетические там вот тоже бы 12 синтезируемые там то есть вот в твоем рационе если какая-то таблица ты понимаешь что окей вот столько то миллиграмм мне нужно добирать потому что я не полгода получает как мясоеда то есть вот это такие таблицы ведешь вот и вот как как с этим вот работаешь я понял не удлиняй вопрос сервисом деле ты озвучиваешь правильный вопрос и они от многих людей исходят поэтому хорошо что ты в одном эфире их не просто на орешках да и на там авокадо слишком жирная или только наличь на крупах а когда сыроедение или там фруктурианство очень разлютленное то все абсолютно элементы имеются абсолютно все наоборот это на съедение на ну когда у человека и мясные продукты из субпродукты превалируют то он не будет недополучать потому что в основном витамины минералы они находятся в растениях вот просто если эту логическую цепочку развить человек ест корову мясо коровы труп коровы да давай называть своими именами вещи для того чтобы получить оттуда какие-то элементы но она же есть траву то есть она является посредником в питании такого человека нафига иметь такого посредника который сокращает жизни и создает болезнь поэтому напрямую лучше получать из растительной пищи понимаешь да ну смотри здесь даже если к сереге если закончить я не управляю никаких добавок b12 способны синтезировать наша микрофлора особенно если вот я здесь правда такое не не очень хорошее исключение особенно когда есть действующий аппендицит работающий то наша симбиотическая микрофлора все создает как нужно поэтому не b12 и других витаминов и я не собираюсь употреблять тем более все мое состояние показывает что все прекрасно со здоровьем другим я могу сказать так когда на первых месяцах первых годах человек переходит на вегетарианство на веганство на средине да он может потому что там на его раннем питании мог сформироваться определенный дефицит определенных элементов но повторюсь все абсолютно элементы витамины минералы однозначно и тем более фитосоединение которые только в растительной пищи которых не бывает в яйцах молоке и трупах животных это все можно получить только из плодов зелени морских водорослей до орехов семян если человек еще не может от этого отказаться окей услышал есть такой такой стереотип опять-таки есть некая такая утверждение что человеку максимальный вот вот ему заходит та пища которая произросла в том же регионе в котором он и живет и поэтому когда-то говорил про третий уровень такого лакшери фрукториал что с с фруктами из там тая допустим то насколько вообще это гармонично заходит человеку который проживает в средней полосе и вот я не считаю что наша пищевая пищевая система будет воспринимать только лишь яблоки которые произросли в краснодарском крае но не примет dragon fruit который в тая в таиланде или вьетнаме растет я не считаю потому что скорее не примет животную пищу и будет со временем болезни в таком организме произойдут но все плоды в любом случае хорошо примутся тут главное чтобы вот у как раз мы подошли к качеству плодов тут главное чтобы эти плоды были хорошего качества что-то рассусоливать я наверно очень коротко тебе ответил на самом деле наша пищевая система она заточена под плоды в большей степени степени чем под что-либо другое и смысл фонтарианство очень рекомендую прочесть книгу диета 8 10 10 как раз в этом мы глазами уже начинаем кушать так сказать и яркие цвета плодов даже помидор красный он привлекает наше внимание не говоря уже в час я наверняка буду произносить название и все будут слюнки глотать потому что вспомните как выглядит малина какая она на вкус клубника пахнущее яблоко пахнущая манга конечно же дыня арбуз понимаешь ну арбуз наверное и дыня здесь особняком стоят но в основном то что растет на деревьях арбуз понимаешь